Их снова привет, вы на бойцовском канале в Ударе. Перед началом просмотра, друзья, поддержите наш канал подпиской, наша цель по-прежнему набрать 10 тысяч подписчиков. Осталось буквально 2 тысячи подписчиков. Я уверен, друзья, что до конца месяца у нас это получится. Также не забывайте ставить лайки под видео, каждый ваш палец вверх продвигает ролик в топы. Спасибо всем за подписку, ну а мы начинаем. Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе, американец Хасим Рахман высказался об ожидаемом мегафайте между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Любой, кто выйдет с Бетербиевым в ринг, будет нокаутирован, говорит Хасим Рахман. А если соперник Бетербиева не уснет, то бой остановит его угол. Каждому сопернику Бетербиева придется принимать тяжелые удары, и это будет больно, говорит Рахман. Вот почему боксеры ищут оправдание, чтобы избежать поединка с ним. Объединение должно состояться, и если оно состоится, то Бивол проиграет, сказал Рахман в интервью. Шакур Стивенсон сказал, кто победит в поединке Бивол Бетербиев. Непобежденный чемпион мира в трех весовых категориях, американец Шакур Стивенсон, высказался в ожидаемом мегафайте между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Бетербиев нокаутер, никаких сомнений, но я ставлю на Бивола, говорит Шакур. Когда приблизится поединок, все станет ясно, написал Стивенсон на своей страничке в соцсетях. Дэвид Бенавидис, временный чемпион мира по версии WBC в суперсреднем весе, дал свой прогноз. На поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Я считаю, что это будет безусловно тяжелый бой для Бивола, поскольку Бетербиев потрясающе сильный боец. Но Дмитрию Биволу могут помочь его боксерские навыки. Они могут стать решающим фактором, добавил Бенавидис. Дмитрий Бивол высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе с Артуром Бетербиевым. «Знаю, что мы все люди, у нас есть у всех сильные и слабые стороны», — говорит Бивол. «Мне нужно будет создать как можно больше моментов, в которых ему будет некомфортно, и не давать ему создавать моменты, в которых мне будет некомфортно. Тут все просто на самом деле, и не надо заморачиваться. Нужно делать свою работу, и я знаю, что могу победить, если хорошо сделаю свою работу», — сказал Дмитрий Бивол. Также у Дмитрия Бивола есть мысли о том, как можно противостоять фирменному прессингу Артура Бетербиева. Однако делиться мыслями с публикой он отказался. «Да, он очень много прессингует, и иногда в спаррингах я работаю над этим», — признается Бивол. «Честно говоря, это уже те вещи, которые я должен обсуждать со своим тренером, а не с журналистами», — говорит Бивол. Дмитрий понимает, что Артур Бетербиев станет для него более сложным соперником, чем мексиканец Сауль Альварес. «Да, я думаю, это будет мой самый сложный бой в карьере, самая большая проверка», — сказал Бивол о поединке, «за звания абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе с Артуром Бетербиевом. Знаю, что он физически сильнее, чем Сауль. У него и техника хорошая тоже. У него очень сильные удары, и техника у него тоже очень хорошая», — говорит Бивол. Дмитрий Бивол в интервью заявил, что у Артура Бетербиева невероятная сила удара от природы. «Конечно, угроза есть», — говорит Бивол. Артур сам по себе очень физически одарённый спортсмен. У него невероятная сила удара от природы. Вдобавок он обладает хорошей техникой бокса. Почему он доводит свои бои до этого исхода? Потому что идёт к своей цели и добивается её. Где-то у соперников не хватает выносливости, где-то концентрации на весь бой. А Артур сконцентрирован и добивается своей цели. «Я ещё не анализировал его», — говорит Бивол. Вот такие вот новости на сегодня, друзья. Пишите в комменты, что вы обо всём этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был бойцовский канал «Вударе». Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.